Значит, мы сегодня попытаемся поговорить, насколько материализм и идеализм подтверждаемы или опровергаемы экспериментально. Потом, можно ли поставить эксперимент, какой выбрать между различными философскими направлениями. Вообще говоря, это различие между материализмом и идеализмом я не особо люблю, да и вообще не люблю такие его рода различения. Но надо понимать, в каком контексте оно было сформулировано и что это означает. Вообще говоря, когда говорят о материализме, то эта тема появляется по большому счету у Энгельса, точнее у Максов к работе Людек Фейербаха и конец немецкой классической философии работы Энгельса. Там получается 10, по-моему, тезисов Фейербаха, они появляются там в конце. Значит, вообще говоря, когда говорят о материализме, это говорят, что первично. Материя или сознание. То есть нечто материальное или нечто такое, скажем так, духовное. По духовным понимается все, что угодно. Бог-отец, Бог-сын, Святой Дух, просто какая-то магия. Или под этим подразумевается мое собственное сознание, которое целиком и полностью творит мир. То есть некая такая наивная точка зрения на того же Беркли, допустим. Вот. Значит, в двух аспектах она берется. В приложении ко всему оставшему миру материализм. То есть это то, что бы Ленин потом бы назвал поповщиной, фидеизмом. И, собственно, к немецкой классической философии, по крайней мере, предоставленным двумя именами. То есть Канта и Фихта. Значит, относительно всего остального мира. Что это значит? Просто это предполагает, что нет никаких особых духовных сущностей. То есть если я придумаю какую-то особую хреновину, попытаюсь ей воздействовать на этот самый мир, то ничего не произойдет. Подобного рода процесс невозможен. В этом смысле материализм является законченным формой отрицания. То есть законченный вверх законов природы. И невозможно, безусловно, никакой духовной сущности, которая хлопнула в ладоши, о чем-то там поговорила и стал мир. Не было мира, а мир стал. И мы не можем менять мир. Нет святости причастия. Нет никаких остальных и других аспектов. То есть с духовной нашей точки зрения, с точки зрения нашего как бы ментального некоторого поля, мы, оказывается, этим миром управлять никак не можем. И им воздействовать не можем. Ну тут вам задает вопрос, конечно, очень важный. А как мы управляем своим собственным телом? При помощи своего тела мы можем менять мир? Но этот вопрос, он, безусловно, опорит со стороны. Это вот такой наивный некий предварительный разговор. И второй разговор, который значительно более-менее наивный, он состоит по отношению этой позиции к позиции Канта. Позиция Канта, как известно, она состоит в том, что пространство и время являются формами данности чувственного. А ни в коем случае не являются чем-то самостоятельным, в реальном присутствующем мире. То есть все, что нам дано, оно дано в формах пространства и времени. Но пространство и время не являются, безусловно, от этого чем-то таком, что содержится, безусловно, в мире. Материализм же говорит, что пространство и форма есть формы, собственно, материи. То есть есть нечто такое материальное, которое в этом мире как бы так содержится. То есть в пространстве и время есть мир. А это не наш способ мир восприятия, не наш способ увидеть предмет. Ни в коем случае. Хочу обратить тоже ваше внимание, что и Фихта, и Канта не говорят о неких, ну скажем так, чувственных данных. Например, Фихта говорит о красном, который дается, как нам некое красное, которое мы после этого распространяем по определенного рода плоскости. И создается, например, красный рисунок или красная сфера или что-либо еще. Точно так же и для Канта, для него по большому счету, оказывается, что есть тоже определенного рода чувственные данные, которые наше сознание в процессе восприятия может увидеть только тем способом, что они распределяются по некой поверхности и существуют только в некотором времени, в пространстве и времени. Более того, оба этих философа говорят, что возможно некое априорное знание, которое состоит в том, что мы знаем об этих формах что-то, нечто. Ну, например, Фихта приводит пример, что никакой наш опыт не может нам сказать о том, делимо ли пространство до бесконечности. Но мы это знаем, это некий содержательный факт, что мы знаем, что пространство делимо по бесконечности. Это есть некое содержательное знание, то есть знание априорное. Это с одной стороны. Но с другой стороны оказывается следующая ситуация, есть еще более экзотические учения, которые говорят, что и к самому содержанию качественного качества, то есть красного как красного, мы можем подойти к тем специальным способам, что на него оказывает воздействие вот это само пространство. Но с другой стороны посмотрим на физику, на обычную физику, не на теорию относительности, не на что-то более позднее, извращенное, а посмотрим на физику. Там есть, например, знаменитая теория монетов. Она как раз и говорит о том, что в любой момент наше пространство изотропно и однородно. И выделением этого пространства являются законы сохранения, которые мы наблюдаем в мире. Ну, например, мы можем двигать взад-вперед нашу стрелу времени, то есть время. Тогда это приводит к тому, что у нас наблюдается закон сохранения энергии. Мы утверждаем, что пространство изотропно, то есть мы можем поворачивать в любой момент, когда у нас возникает закон сохранения момента импульса. Мы можем перемещать это пространство, точку отсчета, что оно однородно в любой момент. Тогда у нас возникает закон сохранения импульса. И мы к этому очень привыкли и хорошо наблюдаем на практике, что вот эти три закона, а на самом деле семь, потому что момент импульса три координаты, три координаты у импульса, и одна всего лишь у энергии, то есть оказываются на самом деле, всегда выполняются. И это нас наводит на ту мысль, что пространство есть нечто, во что наши вещи все погружены, но ни в коем случае с этим пространством никак не взаимодействуют. То есть пространство и время никак не взаимодействуют с материей. Это удивительный факт. И это вот как бы нас может подчеркнуть тому, что у нас существует единое, большое, громадное, абсолютное пространство Ньютона. От того, что оно как-то там изменится, в специальной теории относительности, от этого ничего не изменится. Но замечу, что есть некоторое определенного рода физическое учение, которое говорит, что с этим пространством мы с ним можем как-то взаимодействовать. Не просто как некое абсолютное пространство и время, в которое покружено все, что может быть в мире, все, что может быть в мире, а которое, с этой точки, является абсолютным материализмом. Вот это некоторое физическое учение. Именно поэтому, по всей видимости, оно получило такое широчайшее распространение в физике и в культуре, и во всей культуре, и во всей идеологии 20 века. Но это учение общей теории относительности Эйнштейна. То есть оказывается, что то самое пространство, которое было плоским, из которого следовали вот эти законы сохранения, можно бы, стало быть, гнуть, изгибать, что-то с ним происходит, оно, оказывается, взаимодействует с массивными телами, в их окрестностях она искривляется, и так далее, и так далее. Следствием того является того, что в общей теории относительности не выполняются фундаментальные законы сохранения импульса, сохранения энергии по отдельности. Это вот удивительная вещь, но та самая вот теория, которая сейчас является правильной теорией гравитации, в ней основные законы физики, их сохранения не наблюдаются. Ни в коем случае. Вот таков... А все вместе сразу наблюдается? Ну, вместе, да. Ну, вот считается, да. Закон сохранения и момент импульса соблюдается, но на это у физиков есть не только теория Эйнштейна, есть, так называемая Эйнштейна-Картана теория, которая состоит, что у нас не только есть, вот скажем так, повороты, да, вот всякие преобразования, а еще скручивание пространства. Берется скручивание, и тогда у тебя там еще не сохраняется момент импульса. И это как бы очень совершенно интересно, по той простой причине, что я многократно говорю, что в общей теории относительности в бэкграунде есть всего лишь один экспериментальный факт, который она предсказывает и объясняет. Это смещение Пергелия-Меркурия и всех остальных звезд, о, звезд планет. Он тут везде есть. Но с другой стороны, существует еще десятки теорий всевозможных, которые это самое дело сделают. Вот такие вот вещи. Есть вещи, которые она предсказывает, по большому счету, но которых мы понимаем, что природе быть не может. И сам Эйнштейн говорил, что если у тебя в теории возникают сингулярности, значит, эта теория не верна. Это вот так по свою теорию. Это имеется в виду черная дыра. Черная дыра – это тот объект, который никогда не может быть в природе вообще. Никаких наблюдает. Ну, как никто его не наблюдает. Как? Ну, косвенно. Что-то есть некосвятящее. Такая-то сисильная, есть гравитационная какое-то тело. Да, да. И оно вытягивает вещество из соседнего объекта. Но из этого не следует, что она черная дыра. Это просто массивный, низко-малосветящийся объект. Невидимый. Ну, темный. Но из этого черная дыра не становится. Ну, я не знаю, то есть он не становится тем, что описано в теории. Да. Сингулярностью не становится. То есть ты можешь сказать, что да, у тебя есть тяжелый массивный объект, сколь угодно тяжелый, он может быть низко-светящий, что ты можешь не видеть никакого этого изучения. И он будет, поскольку он будет очень массивным, он будет вытягивать в тебя вещество и закрестить на эти вещи. Но этого схлапывания сингулярности не бывает. Вот этого самого эффекта. Вот этого самого. А темная материя и темная энергия? Темная материя, это два, это разные. Это две существуют у тебя космологических, у тебя существуют космологические теории, которые говорят, что нынешнего вещества для того, чтобы наблюдались эффекты, которые наблюдаются, недостаточно. Поэтому у тебя должна быть, во-первых, темная материя, это где-то 15% атома массы. А самое главное, процентов 85, должна быть темная энергия, которая тоже... Темная, это значит, просто ненаблюдаемая. Ненаблюдаемая. Ты в результате... Разве 15% мне казалось больше надо? Вот темной материи надо, в основном, больше, чем 15%. Ну, 15 где-то, 15% Остальное темная энергия, это не помогает особо. Это не про то, что ее получает темная материя в 10 раз больше, чем видео вещества. Сейчас уже договорились до полупроцента, что полпроцента всего вещества, которое мы видим, уже говорят, уже не полтора, а пол, это всего лишь... Это тоже из теории относительности. Значит, про теорию энергии, да, из теории... Про темную... Из темной материи, это не следует из общей теории относительности. А вот про темную энергию следует вот так. То есть такая же... То есть, много проблем. Во-первых, темная энергия получается... И куча, куча... И чударности в виде... Буквально месяц назад было сообщение о том, что увидели, значит, как из черной дыры вылетел какой-то объект из галактика. Все сказали, о, это время галактика, может вылететь из черной дыры, она там это сделала. Ребята, вы что, обалдели? Из черной дыры не может вылететь ничего. Это означает, что то, что у них было, не является черной дырой по определению. И дискуссия эта заглохла. Такова вот эта, значит, наша правда. Но мы на нее смотрим с другой точки зрения, с точки зрения методологической. Мы сегодня поминали уже Бранского Владимира Павловича, и надо сказать немножко об его концепции. Он говорит, что из философской теории, говорит Бранский, нельзя вывести какую-то физическую теорию. Но можно на фоне ее отобрать. То есть у тебя есть несколько больших количеств гипотез, физики взяли их сформулировать, говорит Бранский нам. Бранский нам говорит, что есть несколько количеств, и на основании определенного рода гипотез мы можем их отобрать. Ну, вот, например, берет там вот, тут одно множество, которое материализм, и здесь, который идеализм. И здесь у нас различные гипотезы. И мы говорим, что вот это, если мы идеалисты, то она верна, а если это, то неверно. Если мы стоим на позиции абсолютного времени, то есть мы говорим на позиции оприорности пространства времени, на философской концепции, кантри-фикте, то мы говорим, что общая теория относительности быть не может. Ребята, здесь что-то не то. Здесь что-то не то. А мы говорят, а мы материалисты, у нас Бога нет, ничего нет, у нас один большой взрыв. Тогда нам говорят, вот, у нас общая теория относительности. В этом состояла вот эта... У нас была там лучшая руководитель инсертации, доктора философских наук, там, профессора, т-т-т-т-т-т, Бранского Владимира Павловича. В том числе. Ну, не про материализм и не про всякую такую вещь. Вот. Это вот такая у нас забавная штука. Не успех общей теории относительности, а материализм никак не проверяет. Мало ли теории, которые... Да, конечно, конечно. Но материализм не проверяет никак. Ну, я хочу сказать, что идеологически оказывается странный эффект, что у нас пространство вот это взаимодействует с существом. А вот с точки зрения Кантовской теории и с точки зрения Ньютонской теории пространство никак с веществом не взаимодействует. И этим фактом является выражение соблюдения теоремы Ньютерха, соответственно, всех законов сохранения. Энергии, импульсы, моменты импульса. Надо проверить. 7-7 законов. Можно проверить, что соблюдаются ли они везде или нет? И вот нигде такого не нашли. Нельзя. В серьезе. Проверить же нельзя. Ты говоришь, как это можно проверить? Соблюдаются ли они или нет? Ну, к сожалению, позже. Ну, вот их как проверить? Ну, непроверные. Посленно есть, наверное, нарушения. Не, просто на самом деле, можно, например, увидеть, что пространство искривлено. Да? И тогда, значит, если по факту, что оно искривлено, они не будут соблюдать, например, это закон сохранения чего-то. Ну, не знаю. Нельзя, наверное, увидеть как-то пока. Можно ли видеть, что пространство искривлено? Ну, наверное, как-то можно, но народ этого пока не нашел никак. Никак не нашли. Нету таких убедительных свидетельств. Значит, следующее. Ну, вот есть так называемые гравитационные волны, да? Они состоят в том, что у тебя колеблется пространство. Но я хочу заметить, что, например, есть и другие теории. Например, известная релятивистская теория гравитации Лугунова. В ней волны тоже существуют, но пространство там все плоское абсолютно. В чем там суть состоит? Там суть состоит, что в теоретивистской теории гравитации Лугунова состоит, что есть, вот, в специальной теории относительности, есть уметрический тензор G, который задает некий инвариант G и K, X1 и K, там, на вот такую же уметрический тензор. В общем случае, когда простое пространство, это четырехмерный, он состоит вот из таких вот вещей, такая вот матрица большая, все нулевые диагонали на одном соответственного времени, это все бюджетности, минус единица, в остальных единицах. И вот, оказывается, вот он в такой форме, вот этот тензор вот существует. Когда ты переходишь в инерциальную систему отчета, неинерциальную, то у тебя здесь появляются какие-то числа. Числа появляются, он начинает как-то вращаться. Ты ему можешь приходить в другую, всякую, но тем не менее, вот он в этом. Его он всегда может привести к диагональной форме. Интересно, что в общей теории относительности, ты не можешь в общем случае привести их тензор, который у них существует там, в диагональной форме, в такой форме. А тут можешь ее привести как бы всегда, получается. И он говорит, что вот к этому самому же мы добавляем маленькую добавочку лямбду. Лямбда, которая зависит от взаимодействия с веществом, говорит Лугунов. Взаимодействия с веществом. И оно тоже оказывается, эта лямбда, она оказывается связана тоже с тензором, тоже материи импульса. Но она оказывается, если у нас вот этой материи импульса нету, то у нас оказывается, значит, что эта лямбда получается равна нулю. Раз она показана, то вот пространство становится плоским. И по большому счету, с точки зрения Лугунова, все пространство плоское. Но снаружи нам может показаться, что оно искривлено, вот за счет появления вот этого члена лямбды. Но он получается совсем таким образом, потому что, а как бы, вот, например, в общей теории относительности Эйнштейна, в общем виде, вот этот G, он к такому виду диагональному, никогда не приводится. Это надо твердо понимать. Сам Эйнштейн, на то, как ни странно, не понимал. Вот эту вещь надо, я считаю, видеть. И вот мы видим, что по большому счету Лугунов с его реактивистической теорией гравитации оказывается на вот этих позициях вот так вульгарно понимаемого идеализма, да. Ну, на этих языках, конечно, не находятся, потому что он член партии, член ЦК, ПАК, ПСС и всего прочего. Но, тем не менее, она вот этому принципу Брандского каким-то образом удовлетворяет. Но есть замечательная теория, которая однозначно нам позволяет в нашей терминологии сделать вывод, что мы находимся в среде, значит, идеализма. Этим эта теория, конечно, является квантовой механикой, и она не привержит. И вот, давайте перейдем к ней и постараемся описать некоторые способы. Значит, она работает идеализмом в том самом вульгарном виде, когда я взял, подумал на что-то, и мир изменился. То есть я придумал какой-то концепт, а мир изменился, поэтому Вселенная изменилась. И она это экспериментальным образом бы нам это демонстрировать. Мы рассмотрим такие эксперименты, одни из которых были сделаны в начале вот этого тысячелетия в Мюнхене, в Мюнхенской группе, там каждый второй новый скиллой ряд, и так далее. Значит, они начались от того, что мы начали использовать наш замечательный двухкальциевый лазер. Кальций, вот я пишу кальций, у него особенность, у него что два энергетических уровня, один примерно оптического диапазона, приблизительно, а второй радио. И когда у нас валится кальций из возбужденного состояния, он проходит два этих уровня, и тут же спускается один, и спускается второй. Когда мы первое ловим, мы понимаем, что у нас спустился фотон один и один. Это что означает? Что у нас оператор числа фотонов фиксирован. Вот он, это очень важно, я понимаю. И вот суть их эксперимента состоит, что вот здесь у нас есть вот такой источник, вот здесь один детектор, а здесь как бы другой детектор. И этот как бы детектор, он идет через зеркало, которое их геет. И здесь у нас оказывается два тоже детектора. Когда сюда пришел сигнал, эти детекторы открываются. И спрашивается вопрос, будут здесь фотоны делиться пополам или не будут? Они одновременно кажутся или окажутся один и другим? Оказывается, что фотоны в этом зеркале не делятся. Вот волна делится, а они не делятся. Вот такая вот получилась у ребят. А если мы не фиксируем, они делятся? Что? Если вот этого сигнала не было, они делились. То есть вот как вот мы не фиксируем? Да, я сейчас чуть позже скажу, да. Вот как только мы перевели систему собственного состояния оператора числа чтец, то есть мы сказали, что у нас пришел один какой-то, вот мы его зафиксировали. Мы взяли, открыли этот уже в этот же момент, потом закрыли их, наверное. И видим, что оно появляется только в одном этом, что зеркало их не делят. Так, теперь дальше мы эту ситуацию упростим, чтобы нам продолжать работать со Вселенной. Какими-то образом. Взяли, здесь поставили зеркало, здесь еще поставили зеркало. Пустили луч, здесь тоже зеркало поставили. Ну вопрос. Казалось бы, все очень просто. Система та же самая. Вышел фотон, здесь он ни хрена не делится. Здесь он сюда пошел. Да? Здесь он пошел. И здесь тогда, вот раз он здесь, здесь его уже нету, он только так пошел. Никакой интерференционной картинки не должно быть. А Илья пошел этим путем, тоже идет, идет, идет. Опять здесь, может, что-то с ним произошло. Никакой интерференционной картинки нету. Безусловно. И отсюда следует, что мы интерференционную картинку здесь наблюдать не должны. Как будто бы, как будто бы у нас вот этой штуки нету. Ой, точнее, как будто. А если бы, вот эта штука, эта бы здесь не была, то мы интерференционную картинку здесь наблюдали. Ответ. Поставили это зеркало, интерференционная картинка появилась. Как? Боже мой, как это вообще возможно? Ведь до этого у нас в эксперименте на этом зеркале никакого деления не происходило. Оно что, здесь возникло? Откуда? Почему? То есть второе зеркало дало ракета. Да, второе зеркало, но оно было поставлено после этого, когда фотон уже разделился, казалось бы. Точнее, когда фотон выбрал, по какому пути ему идти. Мы его поставили, и это зеркало таким образом заставило фотон делиться здесь. Но стали люди думать над этим вопросом дальше. А что, если мы это зеркало, значит, сделаем следующим образом? Появилась так называемая теория заговора. Она состоит, что когда мы хотим интерференцию получить, получаем интерференцию. Хотя мы хотим частицу, когда в одном из детекторов, получаем частицу. А что, если мы сделаем так, что мы это зеркало будем ставить тогда, когда фотон уже пролетит в эту самую ситуацию? Пролетит в это зеркало. Когда он уже выберет, кем идти по двум путям или по одним. Да, они вот туда ставят замедлитель, оптические такие штуки. 30 на на секунду они там, по-моему, болтаются. По оптике бегает вот этот самый фотон. А мы за это время это зеркало меняем. И что выяснилось? Что у нас, значит, если этого зеркала нет, то в любом случае у нас наблюдается отсутствие интерференции. А если это зеркало есть, то всегда у нас наблюдается наличие интерференции. Но как мы сказали, мы же здесь зеркало меняем, а фотон-то-то уже на этом зеркале его уже нету, он уже прошел, он уже здесь у нас по волноводу крутится. Либо по одному, либо по другому. А что получается, мы поставили зеркало, и второй появился во втором месте, что ли? И появилась интерференция? Вот. И это как бы удивительно. Вот этот факт. Я этому факту предлагаю вам удивиться. Но есть факт, когда мы таким образом, выбирая вот это самое свое несчастное зеркальце, то есть усиливаем собственные мысли, или чего-то еще, можем влиять на процессы, которые происходят на протяжении десятков миллиардов лет. Они происходят так. Есть такие светимые, сильно светящиеся объекты, квазары. Эти квазары, значит, они могут иногда двояться в глазах у нас. А почему они двоятся? Потому что вот у тебя квазар летит, из него у тебя идет флатончик там идет, а здесь посередине галактика массивная. И вот это, поскольку он обладает энергией, связано, что оно отклоняется, даже в обычном пространстве нашем. Оно отклоняется. И сюда он каким-то образом приходит. И приходит. А мы здесь такое же зеркальце поставили. И что получается? Вот он миллиард лет летел, и тело, и тело, и тело, и тело, и меня. Нет. А мы тут зеркальце взяли и выбрали. И что получается? Что он где-то в далеком прошлом сразу же пошел по двум траекториям, что ли? Как такое он тоже может быть? От этого зеркальца. Или из того, что мы это зеркальце убрали, он раньше ходил. О том, что интерференция, это не обязательно интерференция двух, а может быть интерференция одного. Интерференция всегда интерференция одного. Интерференция всегда интерференция одного. Я имею в виду, что нам для того, чтобы была интерференция, нужно чтобы было много опыта одного и того же требует многие частицы статистики ну это вот на самом деле немногих всегда одна частица 1 у тебя вот эта штука потому что если он тебя идет он всегда будет приходить сюда вот я буду на ней я понимаю я просто имею ввиду как это реакция такого одного быть не может по сути реакционная картинка ну что-то когда с собой собой когда накладывается здесь он как бы фотон точно один потому что мы вот эту штуку его фиксировать вот ну вот это вот этот поразительный как бы эффект когда мы на протяжении только фотоны пробовали уже все уже все и там все наблюдается уже такой же и вопрос каузальной замклости вселенная какая каузальная замклость здесь если вы что-то там было каузально отлетели а вы сейчас решили все это чудо мы взяли там она у тебя летел летел он один как бы он там видел чего с ними дело по сути он должен не давать и нам не интерференции никакой а я тут что-то такое сотворил и выяснилось что он на самом деле передумал вернулся назад и полетел двумя кусками опять и ко мне приходят уже в таком двумя по двум путям где-то можно помыслить что это близко и опытом козырева ну не знаю про козырева не козырева но и вся квантовая механика вот такая да я да 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 вот значит почему потому что наши возникает понятие нет нет у нас возникает понятие квантового наблюдателя то есть квантовый наблюдатель своим произвольным выбором и своими манипуляциями может менять физическую реальность не тоже как бы тоже акта почему он не может что-то менять может менять просто ты как бы на по факту что у менять может только материальный агент а здесь получается что дни материальный один ну как церково материальные материальные решение поставить или не подставить церково это все-таки действия не материальные меня это что уже произошло оставил экспериментаторов внесен он меняет не будущее меняет прошлое это противоречит здравому смыслу согласен что как там был взял он изменил и как будто прошлое изменило здесь это противоречит здравому смысл он материалит никакy противоречит почему не противоречит материал но что бы значит что он противоречит материализм нет вообще очень сложно сформулировать что такое материализм но не очень сложно очень сложно Вот сейчас на ФСШ там полно материалистов, никто из них не смог. Ну, по крайней мере, оказывается, что согласно моему просто выбору, например, я там брал, ну люди, вот это действительно, вот Копенгагенская школа, она же московская школа, она действительно эту ситуацию пытается каким-то образом спасти. Но она начинает говорить о таких, как о колопсе и волновой функции. Но эта ситуация, она по большому счету, она не спасается такими рассуждениями. У меня, извини, я просто еще такой аргумент. Это аналогично следующему. Представь себе, не знаю, там, камень, летящий по определенной траектории. Но вот когда камень пролетел по определенной траектории, он встречает некоторый объект, с которым он взаимодействует. И взаимодействие с этим объектом изменяет траекторию, по которой он летел. Но этого же не может быть. Это, я говорю, противоречит здравому смыслу. Не надо путать материализм и здравый смысл. Есть понятие здравого смысла. Вся квантовая механика, ну не вся ее таза, она противоречит здравому смыслу. Ну это как, я понимаю, я могу ответить. Было тут, в чем, не понимаю, я предполагаю. На прошлом семинаре, да, я говорил, что материализм это все, что наука. И кроме науки ничего нет. И он всегда будет говорить, что наука сказывает, что науку откроет, это все материализм. Вот такой подход. Я согласен, причем с вами я согласен, только в позитивном смысле. В позитивном смысле. Вы говорите, проживальщик, как будто бы это как бы плохо. А на самом деле, материализм что сказал? Он сказал, что не надо из головы-то выдумывать. Давайте обратимся как бы к объектам, к веществам, к материи. Будем ее изучать. Тогда была. Материализм это, на самом деле, как философия, которая отказалась от самой себя. Сказала, что мы не нужны. Вот, ребята. Тогда это не философия. Нет, это философия, но она такая сочетательская. Она сказала, что она сказала, что мы будем обобщать. Вот вы там накопаете, накопаете, а мы будем обобщать. Ну, видишь, сейчас обобщаем. Ну, да. Но он обобщает. А турфилософия и материализм. У меня сколько на турфилософии обобщаешь? Да. Это все материалистическое. Сейчас мне что поговорить или не рассказать. Я бы, с чего Игорь начинал, высказал свое предположение по поводу материализма и идеализма. Что материализм, по сути, и не философия. И противопоставление идеализма и материализма сделал сам материализм. Вот он себя обособил и сказал, вот я материализм, а все остальное идеализм. С разными аспектами, с разными степенями. А если встать на точку зрения, что материализм это всего лишь пересказ науки, и ничего более, тогда есть философия. Внутри которой нет разделения на материализм и идеализм. Вот целиком вся философия. А разделение ее на материализм и идеализм существует только с позиции материализма. Вот когда мы прогласили, вот тогда мы это определили, когда себя прогласили. Все, что не мы, то идеально. Но вот это все, что не мы, оно оказалось только в рамках писательной науки, точно научпопа. Только без какого-то положительной философской идеи. Давайте будем сначала как бы справедливыми. На самом деле атомизм придумали философы. Никакая ни наука, ни наука. Нет, ну демокрит, как бы и левки придумали атомизм. Который потом благополучно, как бы физики, наука, собственно, взяла на вооружение. И сейчас какая-то основная концепция, как бы допустим физико-элементарных частей. Да, основная концепция. Атомизм придумали так. Это, во-первых, ради справедливости, чтобы сказать, что уж совсем они ничего не придумали. Во-вторых, на самом деле, как бы есть, допустим, даже современная методология науки. Огромная дисциплина. Но это не философия? Нет, как так не философия? Ну уж тогда я не знаю, что это философия назвать. Они занимаются, на самом деле, попыткой понять, что такое наука. А, да, и методология. Методология науки это отдельно. То есть тогда просто философия... Философия науки и техники. Я имею в виду много, как бы дисциплины. Пистемология, там, не конкретизирование. Которая занимается тем, что такое наука, да, как... Это попытка обобщить, как-то построить общую картину мира, да, там. Не на основе каких-то отдельных данных, там. И так далее, как это его решить, какие-то общие вопросы, там, принципиальные, там. Вот, опять же, с той же самой пространства. Ну, опять же, изменится наука, и все это рухнет, а именно на что-то другого зала. Нет, это все правильно, но просто кому-то надо обобщать. Нет, надо. То есть с философия такого быть не может. С философией. Вот, скажем, что бы ни изменилось в будущем, философия канта останется... Смотрите, почему плохо? Да, ну, это как бы с точки зрения научных критерий наука. Да, с точки зрения философии, философская концепция не должна быть опровергнута научными данными. Это я согласен, может быть, да. Только просто подать такая философия, это сродни религии, да, как бы, поверили один раз. Ну, она такая и есть. Ну, вот, как бы, вот, меня, например, такая философия не устраивает. Это личное предпочтение, да. Это личное предпочтение. Я понимаю, но, как бы, вот, материализм претендует на то, что он честный. Да, он, как бы, наука говорит, что, ну, наука не говорит, что Бога нет, но наука говорит, что чего-то нет, там, допустим, нету, там, этого, как его, теплорода, там. И философия уже не занимается. А когда говорил, что был теплород, сначала... Ну, а раз это делается. Давайте, значит, вернемся к материализму, или что-либо еще. Я, значит, напомню, еще являлся, все это забавное обстоятельство являлось всего следствием. Тем, что система переводилась в состояние, в котором собственные функции системы оказывались одновременно собственными функциями оператора числа частиц. Вот за счет вот этого фокуса, у частичного лазера. Мы понимаем, что никакого взаимодействия здесь физического между вот этим и этим быть не может. Никакого не может быть физического вообще, в принципе. Все, что мы сделаем, это мы включаем в эту самую систему того самого наблюдателя. Таким образом, вот этот наш наблюдатель, никакими там задвижками он не оперирует, ничего не делает, фундаментально меняет у нас всю самую картину. То есть возникает понятие квантового наблюдателя. Квантового наблюдателя, который путем всевозможного рода мыслительной деятельности... Может, не мыслительная. А какой еще? Ну как? Здесь главное слово, что там нет никакого взаимодействия. Нету. Нет никого взаимодействия. Ты же рассказывал... А материализм однозначно подразумевает, что любое изменение любой системы может быть только в результате некоторого взаимодействия. Нет, нет, нет. Смотрите, смотрите еще. Ты рассказывал про опыт, где на самом деле, мы пытался объяснить потенциал. Там нет никакой квантовой механики. Обыкновенная там электроэлектроээээээ... Как сказать там... Ну, это так называемая волна пилотов Дебролля. Нет, там какой-то соленоид у тебя был. А, это имеется в виду интерпретацию квантовой механики Дэвида Бома, то есть развитие волны пилота Дебролля. Нет, ну, как бы в любом случае, ты какие-то опыты рассказываешь, совершенно о квантовой механике не относящейся, и там были тоже проблемы. Относящиеся к квантовой механике. Давайте я объясню позицию. Оргонова Бома ты имеешь в виду. Чтобы поставить точки все-таки. Если из материализма что-то следует, как из него, из концепции, что можно перечислить такой принцип, такой принцип, такой, тогда это философская концепция. Если ничего не следует, а он берет только то, что, он наблюдается, ну, это материализм. Тогда это он материализм, как с точки зрения описательной науки, но не концепция философская. Материализм есть главная концепция, состоящая в том, что надо как бы не из головы придумывать. А это не философская концепция. Это мировоззренческий принцип, а не философский. Концепция, она должна быть логически. Вот я, скажем, вот концепция. Никакого изменения не может быть без воздействия. Вот это концепция. И дальше, что именно? Наверное, какие-то материалисты именно так, как вы говорите, что всего должна быть своя причина. Какие-то концепции есть разные, но в принципе, главная концепция или принцип материализма состоит в том, что надо не из головы придумывать, а на опыте смотреть и из опыта черпать. Потому что нет ничего в нашем знании такого, чтобы первоначально не появилось. Значит, если это назвать философией, то это совершенно разные философии. У Канта, у Гегеля, у Фихта, у Платона. То есть у них одна философия, а это вообще не философия. Нет, но все-таки, господа, материализм в этом, в Энгельсовском штуке, он появился... А индийские различия, это вообще как бы... Нет, появился на самом деле... Что первично было, что вторично, только тут не было. Обсуждение на самом деле ни в коем случае ни фидеизма, ни поповщины, ни всякого прочего, ни святого причастия, ни остальных чудес. Он не творение Богом из ничего, усилием воли и мыслей. А значит, он появился из обсуждения, что есть пространство и время. Вот если мы можем, вот этот вопрос, он имеет, естественно, научное решение или не имеет. И можем мы сказать, что пространство и время – это способы нашего восприятия. Или мы можем сказать, что это объективная реальность, как говорят нам материалисты. Вот он из этого изначально появился. Плюс еще что-то там из социальных... Тогда прогрегает этот эксперимент. Ну, этот эксперимент не это обсуждает, а обсуждает, значит, он другую, значит, самую вещь. Вот эту всю эту штуку связанную с теориями гравитации. Что является, может ли... Вот на самом деле, ни в одной физической теории, кроме этого, пространство и время на материю, ну, то есть на происходящие... В них эффекты, как ни странно, не воздействуют. Они в них погружены, но на самом деле они не действуют никак. То есть что-то там происходит, они погружены. Поэтому говорят, что это форма. Почему нам кажется, что это объективная реальность? Потому что мы люди, и, по крайней мере, это Кант, да, говорит, по крайней мере, для нас людей, да? И поэтому у нас вот эти формы для нас являются универсальными. А материалистическая концепция стоит, что пространство и время – это вот то, что есть поистине, то, что есть в окружающем мире, что есть некие предметы, которые находятся в реальном пространстве и время. Это почему... Как физик, можно сказать, почему как бы вращение Земли вокруг Солнца имеет такую строгую, достаточно четкую периодичность? Ну, это же странно. Как бы если бы время было нашей формы, почему это есть периодические объекты? Потому что... Почему ты там, как я не помню, там, лазер твой, допустим, вот сюда еще твой? Потому что они являются универсальными формами восприятия, поэтому они имеют периодическую систему. Понимаешь, так происходит, и каждый, мы можем очень много вещей взять, и везде будут только сплошные чудеса. И есть очень много вещей, которых мы сейчас не знаем, но там уже чудеса совершаются, когда мы их увидим, и мы эти чудеса увидим. Немного странно, понимаешь, если это наши формы, то я согласен с тем, что это была бы форма какая-то такая общая. Но очень много есть временных вещей, каких-то циклических, периодических, которые, на самом деле, не объяснить, что они не наша форма. Циклическое время, это как бы совсем даже не время. Нет, ну вот, например, как бы, там, я не помню, как установить это, там, есть какой-то этот переход какой-то там, по которому время теперь определяет. Ну, так он постоянно всегда один и тот же. Ну и что? Ну это же удивительно, что, как бы, если это наша форма, так это должно быть что-то в мире на самом деле, или что таково, как оно есть. Ну, можно себе прекрасно представить, что на самом деле, как оно на самом деле есть поистине, да, это вне пространства, вне времени, но регулярно. Да. Ну вот регулярно. Вот тут и состоит задача материализма, показать, что что-то само по себе есть, независимое от нас, и регулярное. Дело в том, что, обращаясь к Канту, мы говорим, что мы не можем в принципе сформулировать, что там есть регулярно. Мы можем только сформулировать в форме наших высказываний о пространстве и времени. Мы это может быть не можем, но удивительным образом, это регулярное, оно в нашем опыте проявляется. Оно проявляется только в виде пространства и времени. Нет, еще раз, когда мы говорим просто абстрактно пространство и времени, тогда это, в общем-то, правдоподобно. Но когда мы начинаем наблюдать вот такие регулярности, эти странные, да, там, это уже не объяснить просто нашим. Почему? Ну как, ну... Да нет, Влад. Следующая проблема, проблема живого организма, да, что вот есть, например, собаки, там, кошки, да, как бы, мы уже не объяснить, что они в форме как бы пространства и времени объявляются. Это самостоятельные некие объекты, да, которые живут самостоятельной жизнью, от нас абсолютно независимые. Да, я, кстати, давно хочу рассказать, жалко, Анатолия нету, это, значит, сюжет для фантастического романа, рассказа кого-либо, еще. Прилетают земляне на какую-то планету, ну, в поисках найти, там, очередной вид разума, они там кучу его нашли. И нашли собак и кошек разума, ну, это понятно, это юмор такой. Вот. И они, значит, это, и видят такую среду, какой-то такой океан, где волны непроницаемы, потому что эти всякие вещи происходят. Ну, где свет не может через нее пройти. Есть тепло, и вся местная фауна, она живет этими осязаниями, вкусами осязаниями. То есть у них нет таких дистантных штук. Ну, на кого-никого они, ну, на личного там найти, конечно, не могут. Долго они это просто мучаются, это сюжет фантастического рассказа. Наконец, они эту разумную форму жизни находят. Там вот эти большие существа, которые плавают, чем-то питаются, друг друга пожирают, и у них есть паразиты, глисты, которые в них живут. И эти глисты, как бы, оказались разумными. Но, безусловно, без дистантных чувств, без таких, без этого, без пространства, без времени. Вот как их описать и эту штуку сделать? Вот это форма фантастического рассказа. То есть они, как бы, живут. Я почти убежден, что у них будет свое пространство. То есть у них вот эта форма осязания, которая им дана, и форма вкуса, она будет не как у нас сделана, а она будет полагать этого дела вовне. Это может быть, но для этого все равно это внешнее пространство реально должно быть, чтобы у них было свое какое-то внутреннее пространство. Совсем не обязательно. Ну, ты же только что рассказал, что прилетели они куда-то. Но они пришли ближе. Это наши принадлежные земляники, люди. Еще раз говорю, что как бы везде, во всех таких рассказах, всегда присутствует вот это внешнее представление, что есть на самом деле реальное, нормальное пространство, и есть какие-то черви, которые увидят каким-то степическим своим образом. Всегда так. Не губану это, да. Это тоже известный рассказ Филиппа Дика, отсылающийся Канту, когда люди поняли, как путешествовать в пространстве и во времени путем приема специального наркотика. Взяли, приняли, и ты в прошлом. Приняли, и ты в новом, в будущем. Только к нему очень быстро привыкали, и надо было антидот взять. Ну вот, и вот там один смешной так пришел и начал начальника требовать себе, чтобы он ему антидот дал. Тот пришел, говорит, так ты мне сестра могла быть. А он говорит, ну как, извините. Да как, говорит, извините, я 10 минут потратил на то, чтобы к тебе шел. А у нас, у этих насекомых, общая и средняя продолжительность жизни 12 минут всего лишь. То есть все в жизни потратили на то, чтобы удовлетворять эту штуку, чтобы могла сделать левую стаж с листом. Как-то постоянно, как-то, я не знаю, в Канту вы приводите, Канту же, главное возражение Канту, его метафизики, как раз явилось, когда вопрос поставили о живых организмах. Отсюда и возникла как бы проблема, как объяснить в онтологии Канта, в метафизике, и наличие живых организмов. Потому что живые организмы имеют свою форму, не ту, которую мы им предаем, они имеют свою форму. У них есть все свои цели, полагания, они с этого... А чем он отличается от разговора о столе? Ну, стол, как бы, может быть, как-то сам он по себе, там, какой-то другой, да, или его открыт. Так я не понимаю, что я не знаю. И они сами по себе не так живут. Я не сами все по себе живой. Ну, вот, видишь, все фантазии, они бессмысленны, потому что мы, люди, не можем представить себе... Вот эта интрига, интрига, предлагаемая моего сюжета... Нет, не начинается ведь отсюда, вот он начинает обсуждать жизнь, так как бы, и отсюда он как бы... Почему Гегель отличается от Канту? У него в основу философии жизнь поставлена. Я предлагаю закончить разговор и подытужить, что спор нерешаемый между вами. И он решаемый только в том случае, если мы фиксируем концепт материализма. Вот Игорь предложил зафиксировать по Эмгельсу, да, вот. И относительно этого фиксации можно говорить, спорить. Но если принять с точки зрения Булата, что материализм это все, что в науке открылся, то это, конечно, бессмысленно. Нет, нет, материализм... То есть самопостановка вопроса бессмысленно. Материализм, ну, смотрите, вот как бы различие материализма и идеализм у Эмгельса, оно смешное какое-то, оно какое-то странное, да, как бы, ничего значит, что первично, что вторично. Ну, как это можно узнать? И вообще говоря, как бы, согласно любой концепции философии, это объект и объект всегда присутствуют. Это не бывает так, что сначала объект присутствует, потом субъект присутствует, или наоборот. То есть это неразрывные вещи, и говорить, что что-то одно первично, что-то другое вторично, это как-то там несуразно. Это сама постановка вопроса изначально, ну, как мне кажется, как бы бестолковая. Другое дело, что если пытаться формулировать, в чем концепт материализма состоит, то, мне кажется, она состоит в том, что опираться надо на опыт, извлекать из опыта, как опыт. Да, опыт меняется. Если есть источник знания, и нет ничего у нас, в нашем знании, чего бы первоначально, не было бы в опыте. Да, да. Нет никакого. А опыт зависит от нас. Никаких априорных. Вот, пожалуйста. Никакого априорного знания. Вот опыт конкретный зависит от того, кто его проводит и что он будет делать. И будет все меняться от опыта. Вот как? Ну, потому что, как сам экспериментатор, влияет на опыт. Еще в классической физике такого нет. Так и везде будет. Да, не классический, нет. Как классический? Нет, классическая физика – это некий узкий срез. Когда мы опускаемся вниз или вверх от классической физики. Ну, спросите, что микромир, как бы, на самом деле, это специфический все-таки образ. И как бы, и сама ее данность этого микромира, как бы, она тоже нам, она не дана нам вот так вот. Да, я как бы... Представление. Это как бы некая теория, да, что она есть. Как-нибудь расскажу про микроскопические вот такие эффекты, которые имеют место быть экспериментально проверяемые. Ну, расскажу как-нибудь. Я давно поняла. Просто идеалистом, еще раз говорю, что мне кажется, что нельзя в одну кучу сваливать отсутствие здравого смысла, да, в каком-то эксперименте. Ну, скажем так, все баха, мы не можем это объяснить, и нам не хватает, и с точки зрения здравого смысла, это как бы вот нелепо, как бы кажется. И материализм. Материализм тоже может выдвигать какие-то там не совсем плохого мысли человека. Как не может? Материализм и здравый смысл, это не одно и то же. Еще раз говорю. Не одно и то же. Да. А что такое? В данном опыте, как бы, это... Кроме рассказы... Кроме фразы, что нужно обратиться к опыту, я не слышал никакого содержания положительного материализма. Все из опыта, как бы. Вот ничего. В нашем знании, как бы, чего бы первоначиваться... Из этого вывода нельзя сделать никакого. Концептуального. Это не концептуальное, это консультация... Так, извините, нам надо привести различие... Вирожеческие позиции. Надо привести различие материализма и идеализма. Идеализм говорит, что это есть. Да, но как же из них? Так вот, что как бы не изникается из опыта, что дано нам, или мы сами его создаем, это как бы концерт, или как бы априорное знание какое-то есть. Вот это идеализм. Я говорю, различие между материализмом и идеализм идет по линии, на самом деле, откуда нам мы берем знания. Либо все знание из опыта и никакого другого пути нет, либо часть знаний, на самом деле, мы приобретаем идеал. Да, я с Александром согласен в этой позиции совершенно не содержательно сказать, что все из опыта. И вот в этой форме... Подождите, я еще раз говорю про разничество. Это различие, да. Но это различие констатирует, что сам материализм не является философией. Почему? А потому что он не концептуальный. Как не концептуальный? Я хочу... Я хочу... Что будет из опыта следовать, то он и будет говорить. Я хочу обратить внимание, простейшим, что вот подобное высказывание, что все как бы из опыта, она всей современной физике противостоит. Потому что мы, например, даже физики, мы берем окружность, мы всегда знаем, что его площадь, скажем, ну там, длина якунси 2πх, да? Знаем же это? Да. Где-то радиус. Но числа π в опыте мы никогда не получим. Нету числа π в опыте. А в опыте нету и двойки? Нет, двойка есть, а где морковки есть, а π нету? А почему π-то нету, если есть двойка? Ну вот. А π потому что... Чем число π отличается от двойки? И рациональное число, потому что... Ну что ты как бы... Мы все, что... Это... Все, которые... Ахиллес никогда черепаху не догонит. Все числа, которые мы в этом деле видим... Игорь, ахиллес догонит черепаху? Догонит, конечно. Ну понятно, вот и есть опыт. А если ее рассуждать, что нету иррациональных чисел, то не догонит? Рассказывает про то, что нет скаляров в отрицательных никогда. И действительно, можно подумать, что скаляров нету. Температура всегда положительная, масса всегда положительная, отрицательных скаляров нету. Но нам с некоторой стучки удобства. Нам удобно мы это делаем, используем, можем умножить температуру на минус, и будет у нас отрицательный скаляр. Вот. И вот еще тоже самый пример. Комплексное число. Откуда взять этому комплексному числу? Я понял, когда ты клонишь, просто еще из того, что мы можем что-то выдумывать. И это выдуманное. Как вы представляете, опыту, к опыте находить даже какие-то отговоры. Опять же о никаком проиприорном хате не говорит. Я хочу сказать, что вот этот факт у господина Фихте, он здесь тоже работает. Фихте он и говорит, что нет такого эксперимента, сколько мы не делим пространство до бесконечности. Какого? Воображаемого? Ну вот, Любовь. Да, воображаемого. А именно воображаемого? Кто мешает воображаемому пространству делить до бесконечности? Это повторяющаяся итерация. Итерация, которая, это деление, которое повторяется. И он говорит, что мы, значит, получим точно так же, мы иррационального числа никогда получить не можем, потому что у нас опыта такого нет и быть не может. Но мы его построим, нет такого опыта у нас. Опыта иррационального числа нет, у нас все числа иррациональные. Вы объясняете ведь каким способом? Если в нашем знании присутствует это, а все из опыта, значит, опыт и возникло. Ну опять, это просто слово, которое позволяет просто... Ну вы говорите, в чем различается материализм. Он объясняет все. Я тебе про опыт говорю, я про материализм. Правильное различие. Но это различие делает материализм неконцептуальным, повторяю, в шемуре. Да потому что из него ничего не следует. Да причем из различий ничего не должно следовать. Сам по себе материализм. Сам по себе материализм должен устраиваться в теорию отдельно. А нет теории никакой у материализма. Почему нет-то? Ну, хоть одну фразу, не сводящуюся к научной. Если все из опыта, то значит все в научной, из науки. А где теория? Где теория материализма? А в идеализме какие фразы? Пожалуйста, есть Гейгель, пожалуйста, есть Кант. Все рассуждения Канта про весь в себе и проявления, они никак не связаны. Очень легко привязываются к науке точно так же. Как? Ну как? Вот про наблюдателя как бы, да что наблюдатель? Нет, все-таки высказывание, что пространство и времени являются природными формами чувствованности, это, конечно, не научное высказывание, это самостоятельный концерт. Но то, что мы воспринимаем одно, а на самом деле как-то там все иначе, это же наблюдается в квантной механике. То есть вот наблюдатель, он что-то наблюдает, но на самом деле как там происходит само по себе неизвестно. Давайте дадим Игорь слово и закончим. Ну все, значит, спасибо. Порядочем. А, Игорь в другом. Спасибо всем еще раз.